На канале ОТС Время новостей в студии Иван Кудинов. Здравствуйте! На канале ОТС Время новостей в студии Иван Кудинов. 8 миллиардов 700 миллионов рублей выделено на ремонт автомобильных дорог. Это на 15 процентов больше, чем в прошлом году, несмотря на то, что федеральных денег в этом году выделили почти в два раза меньше. 50 километров автомобильных дорог ждет ремонт поверхностный и 18 километров капитальный ремонт. Сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области рассказал о том, что продолжается строительство восточного обхода. Также ведется ремонт на трассах. В пятницу и в выходные дни стараются прекращать все дорожные работы, потому что слишком большой поток машин и велика вероятность пробок. Также постоянно ведется контроль за качеством. Если нормы не соответствуют, то подрядчики начинают всю работу заново. Все подробности узнаете в вечерних выпусках новостей. Спасибо. Елена Щербакова о планах ремонта региональных дорог. Свистать всех наверх. Сегодня региональное управление МЧС проводит учения по эвакуации людей с горячего теплохода. В операции задействованы более 30 спасателей и 9 плавсредств. По легенде, за бортом катера в воде помощи ожидают 4 человека. Сейчас на месте учения работает моя коллега Екатерина Киселева. Катя, здравствуйте. Удалось ли спасти людей и потушить аварийное судно? Здравствуйте, Иван. Сейчас мы находимся на левом берегу Аби, где проходит учение по спасению людей с аварийного теплохода. На данный момент удалось потушить судно и доставить всех пассажиров к берегу. Сейчас им оказывают медицинскую помощь, а задача спасателей проверить аварийное судно на течь, откачать всю воду и отбуксировать катер к берегу. О том, за какое время в этот раз удалось справиться с спасателем и как обезопасить прогулочный катер от подобных несчастных случаев, я расскажу в вечернем выпуске новостей. Иван. Спасибо. Екатерина Киселева об учениях новосибирских спасателей. Министерство экономического развития Новосибирской области озадачились продвижением региона в интернет-пространстве. На данный момент уже создали два информационных портала по инвестициям и туризму. На презентации побывал наш корреспондент Николай Сальников. Он на прямой связи со студией. Здравствуйте, Николай. Какая задача возложена на новые проекты? Здравствуйте, Иван. Цель создания и туристического инвестиционного порталов Новосибирской области заключается не только в том, чтобы информировать самих жителей, потенциальных и туристов, и инвесторов из Новосибирской области, но и гостей из других регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Именно поэтому сегодня оба портала работают в двух версиях на русском и на английском языке. И по словам министра экономического развития Новосибирской области Ольги Молчановой, в ближайшее время рассматриваются перспективы создания версии обоих порталов на китайском языке. Если говорить о содержательной части, то инвестиционный портал весьма насыщен. Состоит он из нескольких разделов. Во-первых, это государственные ведомства, которые занимаются инвестиционной деятельностью. Во-вторых, сама инвестиционная стратегия нашего региона – это очень важный документ, опираясь на который любой инвестор может найти применение своему капиталу и возможному развитию. Более того, на инвестиционном портале есть даже так называемый калькулятор инвестора. При определенном вводе своих данных, размера капитала, технологических возможностей, он может рассчитать ту меру государственной финансовой поддержки, которую сможет получить здесь, на территории Новосибирской области. Переходя к туристическому порталу, он также состоит из нескольких разделов. Во-первых, это сам тип туризма, который возможен на территории Новосибирской области, лечебный, культурный, событийный и так далее. Ну а во-вторых, непосредственно есть анонсовая лента, где есть информация о предстоящих событиях на территориях различных муниципальных образований Новосибирской области. Ну и разумеется, на портале есть все телефоны экстренных служб, которыми можно воспользоваться в случае крайней необходимости. Более подробно обо всем мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Иван. Спасибо. Николай Сальников о продвижении Новосибирской области в интернете. Это новости дня. Сейчас о событиях, которые обсуждают крупнейшие печатные и интернет-издания. Ведомости пишут, правительство решает, как потратить деньги от Платона. Пока критериям отвечают все претенденты, включая проект четвертого моста через ОПЕ в Новосибирске. Чем меньше денег регион хочет из федерального бюджета, тем больше шансов у его заявки получить деньги, говорят федеральные эксперты. Снижение доли господдержки будет одним из основных критериев. Это следует из методики отбора проектов, которые сейчас обсуждают. Именно на ее основе правительство будет распределять собранные Платоном деньги между государственными частными проектами региональных дорог. Проект уже одобрила правительственная комиссия по транспорту, но он еще будет дорабатываться, говорится в сообщении на сайте правительства. В августе документ подпишут, и сразу после этого регионы смогут подавать в Росавтодор заявки на получение денег. Коммерсант сообщает, крыши починят в долг. Минстроя предлагает ремонтировать дома в кредит. Уже начались переговоры с банками. Ведомсти полагают, что ставка должна быть не выше 10%, но, как отмечают финансисты, добиться этого можно лишь при субсидировании кредитов государством. Эксперты же считают идею хорошей. Она может позволить ликвидировать очереди на капремонт. Правда, не все ТСЖ могут оказаться надежными заемщиками. Плюсы нововведения в том, что жители будут платить за капремонт так же, как и сейчас, но он будет сделан не через 10-15 лет, а сразу. В Минстрое рассчитывают, что увеличение объемов кредитования позволит повысить темпы проведения ремонта, что положительно скажется на отрасли стройматериалов, а также на подрядчиках. И российская газета открывается статьей под заголовком «Батюшка на связи». Русская православная церковь объявила о начале работы над собственным мессенджером. Программа по мгновенному обмену сообщениями будет работать на базе соцсети Елицы. Ее потенциальной аудиторией по предварительным подсчетам могут стать от 7 до 10 миллионов человек. Представители церкви смогут оперативно передавать важную информацию широкой аудитории. И это только часть единой коммуникационной платформы РПЦ. Напомню, в июле епархия запустила два канала в Телеграм. Первый из них посвящен чтению Библии, а другой рассылает информацию о православном календаре. Сегодня в Новосибирске состоялась коллегия, посвященная взаимодействию Дзержинского района Мегаполиса и его побратима Заводского района Минска. На ней обсудили вопросы текущего взаимодействия и дальнейшие перспективы сотрудничества. Алия Арзаева готова рассказать подробнее. Она на связи со студией. Алия, добрый день. Вы в эфире. Да, Иван, здравствуйте. Взаимоотношения Дзержинского района Новосибирска и Беларуси имеют давнюю историю, которая насчитывает уже больше 10 лет. А вот договор о побратимстве Дзержинского района Новосибирска и Заводского района города Минска был подписан два года назад. За это время культурные отношения дополнились туристическими, экономическими и другими. Сейчас уже подписан ряд договоров о сотрудничестве и администрация Дзержинского района возлагает огромные планы на продолжение в будущем. Давайте послушаем, что они говорят. В ближайших планах будет осенью экономический форум, где уже экономические связи будут заключаться. И я думаю, что те связи, которые мы заключили по направлениям образования, молодежи, культуры и спорта, они дальше будут развиваться. О том, что уже сделано в рамках партнерских отношений, я расскажу в вечерних выпусках новостей. Иван. Спасибо, Алия. И к другим темам. Сегодня Международный день борьбы с гепатитом. Новосибирская область в прошлом году была лидером среди заболевших. 2,5% населения инфицированы. Изменились ли показатели спустя год, расскажет моя коллега Елена Мирошниченко. Елена, здравствуйте. Вам слова. Здравствуйте, Иван. В этом году, по словам главного инфекциониста региона, количество инфицированных стало меньше. При этом цифра все равно остается пугающей. 98 человек на 100 тысяч населения. Среди заболевших в основном молодые люди. При этом медики объясняют снижение количества заболевших тем, что в нашем регионе ведется особый контроль заболеваемости. И, кстати, финансирование в этом году не урезали. Ну, гепатита, как говорят врачи, чаще всего протекает бессимптомно и выявляет заболевание только тогда, когда человек приходит на обследование и сдает кровь. Но о том, как защитить себя от этого тяжелого заболевания печени и какие меры предпринимает в регионе по борьбе с гепатитом, я расскажу в вечерних выпусках новостей. Иван. Спасибо. Спасибо. Елена Мирошниченко о ситуации с гепатитом в Новосибирской области. И на этом пока все. Следующий выпуск новостей в 18 часов. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok